Сейчас мы разберем разницу между тройником премиум класса и тройником бюджетного класса. Тройник премиум класса это в первую очередь качество производства, то есть это качественный заводской сварной шов, отсутствие элементов ручной работы, подгонки, ну и непосредственно качество изделия, идеальные посадочные размеры и прочие нюансы. Тройник бюджетного класса это конечно ручная работа в какой-то степени, это во-первых не сварной шов, а завальцовка, во-вторых это точечная сварка, это некие изъяны ручной работы, а именно базальтовая вата, которая может в каких-то местах немножко торчать наружу, вот, ручная работа. В то же время помимо цены такого тройника премиум класса, он еще дороже в сборке, а именно к нему нужно первое 110 гривен, это капельник. Далее этот капельник закрывается снаружи еще дополнительной декой, который тоже стоит 110 гривен. В то же время в бюджетном тройнике вам достаточно всего лишь одного капельника, который стоит 50 гривен и который выполняет одновременно функцию одного и второго. То есть вы экономите дополнительных 150 гривен только на стоимости дополнительных элементов, не говоря уже о разной цене таких тройников. На практике в эксплуатации тройники служат практически одинаково. В то же время, очень важный момент, когда вы хотите почистить такой тройник, если тройник бюджетного класса, вам для этого достаточно снять капельник, хоть минус 20 мороза, в любой момент вы это легко делаете, снимаете и можете чистить горизонталь или же, например, буквы Г, руку засовывать к котлу, чистить вертикаль, убирать сажу. Почистили, обратно надели тройник. У тройника премиум класса это менее удобно, потому что эта дека вынимается очень сложно. Для того, чтобы ее вынять, нужно отверточку. То есть, в минус 20 мороза, когда это все закиснет, вы понимаете, что это будет сделать крайне сложно. По-другому вы доступа к капельнику не получите. То есть, капельник для того, чтобы снять и почистить внутри, нужно разобрать эту всю конструкцию. Соответственно, вынять капельник. И только после этого вы можете провести работу уже чистки внутри тройника. Еще одно дополнительный нюанс. Тройник бюджетного класса также можно изготовить в варианте исполнения, так называемого, с ревизией. То есть, ревизия это как христовина выглядит. Это возможность чистки не только горизонтали, точнее вертикали через капельник, а и горизонтали. То есть, например, если у вас тройник очень далеко расположен от котла, например, метр длины или там 60 сантиметров, вам нужно почистить скопившееся сажу внутри этого канала, то вы через капельник это сделать не можете, потому что очень большое расстояние, рука ваша просто не может достать туда так далеко. А вот через эту заглушку христовины в любой момент, хоть минус 20 мороза, вы открыли спокойно, можете чистить, всовывать щетку, горизонталь. Тоже очень удобно. Еще одна важная конструктивная особенность. Тройники премиум класса, из-за того, что, как мы ранее говорили, они собираются с двух элементов капельника и деки, они не могут просто быть установлены на разгрузочную платформу. Потому что вот эта дека очень мягкая, и когда мы ее ставим на разгрузочную платформу, на кронштейны разгрузочной платформы, представьте себе, что под весом труб, которые весят минимум 10-15 кг, и таких труб у вас 7-8-10 метров, вот эта дека сминается, она не держит такую нагрузку. Для того, чтобы установить такой тройник на разгрузочную платформу, необходимо докупить еще один специальный элемент, который называется разгрузочная платформа для такого тройника. Это специальная разгрузочная платформа, которая ставится, она стоит еще дополнительных 700 гривен. Соответственно, уже в нее одевается этот тройник, и только лишь после этого вы уже можете его уверенно ставить, крепить кронштейны к стене и, соответственно, эксплуатировать такой тройник. Такая конструкция выдержит ваш дымоход. Без этой разгрузочной платформы этого невозможно сделать. Нету ребер жесткости. В отличие от такой конструкции, тройник бюджетного класса, возможно ставить без дополнительной разгрузочной платформы на кронштейны. Почему? Потому что у такого тройника есть ребра жесткости, которые держат и 5, и 7, и 10 метров труб на себе. В то же время вы можете в любой момент, не разбирая конструкции, вынять капельник, он доступен спокойно в любой момент, и почистить такой тройник, такой дымоход. Ребра жесткости такого тройника держат всю конструкцию. Вы можете чистить как капельник вертикаль, так и горизонталь через заглушку. В любой момент, в любой мороз. Если что, тебе кажется, это что-то давайте заплатим. О, и горе. Круто. Я не знаю. Я также не знаю. Я не знаю. Я знаю. Я не знаю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Продолжение следует...